ПЕРШИНГ-2 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 Министр обороны СССР Дмитрий Устинов созвал экстренное совещание руководящего состава армии. Все с надеждой смотрели на главного артиллериста страны. Командующему предстояло совершить невозможное. За год создать и поставить на боевое дежурство ракетный комплекс с дальностью более тысячи километров. Михалкин решил поставить на боевое дежурство уже существующий ТАМП-С. Этот комплекс был законсервирован в июне 1979 по договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. Но теперь у СССР были развязаны руки. Досияемость комплекса была очень серьезная. Досияемость свыше 900 километров, дальность пуска, по тем временам это было серьезное оружие, которое могло перекрыть и выполнить любые задачи на таком удалении. 10 пусковых установок были подготовлены и скрытно переброшены на территорию ГДР и Чехословакии. Уже 25 июня 1984 года Михалкин доложил министру обороны о заступлении ракетных бригад с комплексом ТАМП на боевое дежурство. Однако каких усилий это стоило? ТАМП, принятый на вооружение в 60-е, был снят с производства. Запчасти к нему израсходованы. Некому было и обслуживать эту технику. Все эти проблемы Владимиру Михалкину удалось решить в невероятно короткий срок. Михалкин приложил много усилий. Во-первых, для обучения бригады, которая остановилась на боевое дежурство. Для определения алгоритма и функционала выполнения задач этой бригады. И в целом, в последующем, для контроля выполнения задач. Чтобы подобная ситуация не повторилась, Михалкин работал над созданием новейших ракетных комплексов. В 1987-м он поставил на вооружение высокоточный тактический ракетный комплекс «Точка-У», который успешно применяется и поныне. Три, два, один, кнопки! Реактивная система залпового огня «Смерч», которая на протяжении последних 30 лет остается лучшей в своей специализации тоже детища Михалкина. Весь свой талант командира артиллерийского, ракетчика, он вложил в то, чтобы совершенствовать эти все системы. Фронтовой опыт подсказал ему, надо делать так, чтобы не было стыдно перед своим государством за то оружие, которое оно дает своим боевым защитникам. В 1983-м при участии Михалкина на вооружение был поставлен оперативно-тактический комплекс «АК», не имевший аналогов в мире. Это были ракеты-невидимки, способные преодолевать любую систему ПРО. После старта боеголовки «АКИ», сделанные из радиопоглощающего материала, отделялись от ракеты и летели в семь раз быстрее звука. Такую ракету невозможно было не обнаружить с помощью радиолокации, не перехватить. Это первый в мире оперативно-тактический ракетный комплекс с лазерной головкой самонаведения. То есть он не просто управляемый, он с лазерной головкой самонаведения. У него дальность стрельбы до 400 километров. Между тем глава СССР Юрий Андропов вел с американцами переговоры о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Штаты пытались навязать неприемлемый для Союза нулевой вариант. В ответ на обязательства США ликвидировать «Першинг-2» в Европе, Москва должна была уничтожить все свои ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Азии. В этом случае страны НАТО получили бы двукратное преимущество. При этом больше всего американцы добивались ликвидации комплекса «АК». В 1985 году к власти в стране пришел Михаил Горбачев. Он согласился на все американские требования. Американцы понимали, что они комплекс подобный «АК» создадут еще лет через 15, а то и больше. Поэтому они усиленно напирали на Шеварднадзе, на Горбачева, чтобы этот комплекс тоже попал в договор по РСМД. Уничтожение комплекса, который обеспечивал стране надежную защиту, стало для артиллериста Михалкина личной драмой. Бывший президент Горбачев вместе с министром иностранных дел Шеварднадзе совершили определенной степени, я называю, предательства, незаконно уничтожили самый новейший ракетный высокоточный комплекс «АК», который не подходил к условиям договора. По условиям ракеты уничтожались свыше 500 километров, а этот был на 400 километров. И они сдали это оружие. Михалкин шел на отчаянные шаги, чтобы спасти «АК». Он уговорил начальника генштаба маршала Ахрамеева провести опытные стрельбы для американцев, чтобы показать, ракеты не летят дальше 400 километров, а следовательно, не подходят под условия договора. Но решение о сокращении «АК» было принято на самом высоком уровне, и эксперимент в последний момент отменили. Мне вручили пакет о том, что на нашей базе будет размещаться база по ликвидации «Ракет меньшей и средней дальности» по договору с американцами. Я позвонил маршалу, он уже в Москве был, Михалкин. Ну что ж, говорит, тебе досталась такая доля. Судьба твоя такая. Готовься, тем не менее, задачу ты должен выполнить. Чтобы компенсировать потерю АКИ, Владимир Михалкин пошел на риск. Под личную ответственность, без согласия ЦК КПСС и даже не дожидаясь решения министра обороны, он санкционировал разработку новейшего ракетного комплекса «Искандар». Работа над этим комплексом началась в КБ Сергея Непобедимого в Коломне. Генеральный конструктор Сергей Павлович Непобедимый. Это благодаря ему и поддержке маршала артиллерии Михалкина, после того, как была ликвидирована АК, руки были не опущены, был задан задел, имел научно-технический задел, вот так и перешли вот к этому «Искандару». «Искандар» сочетает в себе лучшие качества уничтоженной АКИ. Его ракеты тоже невидимы для радаров противника. В процессе полета они маневрируют с огромными перегрузками и пока недосягаемы для перехватчиков. Была заложена основа для разработки нового комплекса, которым мы сейчас гордимся и думаем, что этот комплекс мы не думаем, мы понимаем, что на сегодняшний день он лучший в мире комплекс. 15 февраля 1989 года за выдающиеся заслуги перед страной Владимир Михалкин был удостоен звания маршала артиллерии. А где портреты? А вот, идем, я тебе покажу. Вот подарили ассоциация «Негафед», подарила музею два портрета. Вот маршала Язова и вот маршала Михалкина. Маршал артиллерии Владимир Михалкин присутствовал при первых технологических пусках комплекса «Искандер» в июне 1991 года. Но вскоре наступил август. В августе 1991-го Михалкин по решению коллегии Министерства обороны, как член Главного военного совета вооруженных сил, направился в Прикорпатский военный округ для приведения войск в повышенную боевую готовность. Из-за этого Михалкина обвинили в сговоре с ГКЧП. В октябре 1991-го ему объявили приказ об увольнении. Он служил в своей стране, в которой он принимал присягу когда-то. На Ленинградском фронте, защищая родной город Ленинград. Он присягал родине, Союзу Советских Социалистических Республик. А увольнялся он, практически был уволен уже совершенно в другой стране. Все эти изменения он очень болезненно переживал. Даже в отставке Михалкин по-прежнему чувствовал себя в строю. Он заботился о том, чтобы воспитать достойную смену. Возглавляя общественно-благотворительный фонд «Офицерское братство», Владимир Михайлович возродил традицию проведения всеармейского конкурса среди командиров артиллерийских батарей. Мы учредили такую памятную медаль, которая награждается победителем только занявшим первые места командира артиллерийских батарей. Вообще, будем говорить, что маршал к этой форме боевой учебы, будем так говорить, состязаний, конкурсу среди командиров артиллерийских батарей относился весьма трепетно. Он был возобновлен, эти состязания, благодаря маршалу Михалкину. Но главное, в 2004 году маршал артиллерии Владимир Михалкин стал свидетелем первого тактического войскового учения с участием комплекса «Искандер». Пуск разрешают. На этой фотографии по центру это маршал Михалкин. Владимир Михалыч, маршал артиллерии, присутствовал на этих учениях. Были сделаны два пуска. Я был руководителем учения. А маршал Михалкин инспектировал именно тактическое учение этого первого ракетного комплекса. Субтитры создавал DimaTorzok